МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА От поседания Федрезерва, от того, каковы последствия, как можно сыграть или не сыграть в результате несчастного случая стрельбы в Техасе и прочих новостных факторов, все-таки рынки продолжают искать дно. Почему? Если говорить о том, что сейчас происходит, наверное, кто постоянно, некие попытки ралли на рынке акций упираются в распродажи, когда выходят хорошие новости. Иногда их рынок замечает, иногда нет. Но плохие новости не просто замечает, а реагирует, причем реагирует на полную катушку, что называется. Некоторые новости, которые являются плохими, это лишь осознание реальности. И, собственно, по меткому выражению известного инвестора Ворона Баффета, когда на рынках отлив, становится ясно, кто же купался без трусов. Ну, а мы перемещаемся в то место, где купаются, и без гидрокостюмов, как, наверное, на западном побережье, там им ближе, Ворон и Чарли. А вот с нами на связи Александр Голик. Я не знаю, вы во Флориде сейчас или нет. Александр, приветствую вас. Да, приветствую, это не Вячеслав Голик. Вячеслав, я прошу прощения, я что-то зарапортовался. Слишком много тикеров. Давайте, вот, Вячеслав, поговорим вот о чем. Есть ли такое понятие, как интеллектуальное дно у рынка? Или все-таки дно, оно более эмоциональное? Можно ли дно вычислить, как-то просчитать? И стоит ли его искать? И как вот с этим быть вообще? Ну, если обратиться к науке термином определением, то дна не существует определения. В любом учебнике по финансам, по оценке рынка всегда говорится про определенный рейндж, который обуславливается состоянием экономики, в частности, состоянием прибыли корпораций. И, как правило, такой бенчмарк, он всегда вот где-то от 10 до 17, вот Price Earnings – это тот рейндж, который используется многими как такой бенчмарк, на что ориентируются, когда говорят, окей, мы достигли дна, либо мы достигли какого-то нижнего уровня, либо, напротив, мы слишком дорого оцениваемся и время коррекции до того рейнджа, уровня, который принято считать нормальным. Но я думаю, что сейчас мы как раз вот примерно достигли уровня дна и думаю, что скоро будет обратное движение вверх. Ну вот тут в Goldman Sachs передают, что пишут СМИ, как говорил известный политик-президент, третий президент США Томас Джефферсон, он писал это еще в конце 18 века, если бы не было газет, то люди были бы гораздо лучше информированы. Так что, СМИ пишут о том, что вот Goldman Sachs отмечает у нас активность клиентов на 30% сократилась, Reuters опрос проводил среди экспертов рыночных 75%, то есть три четверти полагают, что еще три месяца как бы вот это вот дно продлится как минимум. Ну, здесь сложно, опять-таки, говорить, можно рассчитывать, но в любом случае все это не на 100%, все это шатко, все это вяло. Однако, даже вот в такой момент хочется что-то делать, хочется анализировать рынок. С точки зрения того, что сейчас происходит, мы каждую неделю видим какую-то историю корпоративную, которая всех обламывает. Извините, вот за просторечие. Вчера это был снэп, собственно, падение там почти в два раза на выступлении руководства о том, что дела хуже, чем ожидалось еще месяц назад. Недели раньше это был таргет, то же самое, тоже обвал. И, в принципе, мы такое наблюдали, помните, Netflix обвалился. То есть вот о чем это действительно говорит? О том, что слабые компании, то есть, ну, не обязательно компании, которые не имеют прибыли, есть и компании, может быть, хорошие, чувствуют они себя по-разному. Кто-то чуть получше, кто-то чуть похуже. Вот там показывают котировку таргета, но она ни о чем не говорит после, действительно, обвала акций компании. Вот те обвалившиеся бумаги, стоит ли к ним присматриваться? Очень часто именно на них почему-то обозреватели делают акцент. Либо все-таки сейчас будут какие-то новые лидеры, на которых стоит обратить внимание, на них посмотреть. И как это сделать? Ну, вот индустрия ритейла, она действительно интерпретировалась, их данные, как негативный рынок, действительно, и после Волварда, и Таргета, и Коска улетел вниз. И для меня это удивительно. Очевидно, что как раз они раскрыли информацию, что они делали, создавали инвентари, запасы очень активно, и они как раз и говорят причины этого. А когда мы смотрим данные по GDP, по ВВП, мы видим, что первый квартал такое сильное падение, ровно потому, что компании очень сильно наращивали в четвертом квартале инвентари. Из-за того, что есть проблемы с supply chain. И это, скажем так, рынок это знал, это было все раскрыто. Эмоциональные реакции на распродажи такие, они, наверное, обусловлены тем, что ожидается замедление экономики. Хотя опять мы смотрим по тому, как себя ведут потребители, мы видим, что расходы их увеличиваются. И для меня эта вся ситуация выглядит вообще странно, потому что, несмотря на то, что мы наблюдаем везде замедление, но замедление роста, а не то, что у нас было, допустим, только рост, а сейчас мы перешли в стадию сокращения именно экономики. Мы до сих пор растем, но просто темпы роста падают и, естественно, падают. Сегодня отчитывается Nvidia, и вот это пример опять компании, которая уже скорректировалась, там, насколько, 50% примерно. И сильнейший кэшфлоу, сильнейший баланс. И это компания, на которую нужно обращать внимание. Посмотрите на Zoom, который тоже отчитался на этой неделе. Сильнейший кэшфлоу, долг ровно ноль, и темпы роста бизнеса очень высокие. И таких примеров на рынке очень много. С другой стороны, как мы, наверное, с вами раньше обсуждали, много компаний с отрицателем кэшфлоу или убыточные. И вот это все категория очень опасных компаний, несмотря на то, что они сейчас и сократились по капитализации на 90%. Но компаний интересных очень много. И тот же ритейл, про который вы сказали, и Target, и Walmart, а Home Depot, напротив, говорит о том, что у них гайденс очень даже положительный. И на то, что рынок на это проигнорировал. То есть рынок в целом упал на Target с Walmart, и проигнорировали Home Depot, в то время как по итогам года, я думаю, что мы увидим рост в целом экономики, наверное, минимум 2%. Поэтому я на это смотрю более позитивно. Вячеслав, как вы относитесь к этим известным таким историям? Майк Берри шортит Apple. Про Apple мы знаем, что, вот судя по их отчету, там все настолько хорошо, насколько может быть. У Tesla тоже ситуация хорошая. Единственное, что Tesla столько не зарабатывает пока, сколько Apple. Но все в будущем. У Apple просто им не хватает возможности удовлетворить спрос. В то же самое время приходят новости из Китая, что, видимо, задерживается один, возможно, будет один из гаджетов в этом году задержится, потому что из-за локдаунов в Китае там с производством, естественно, с цепочкой будет задержка. Вот неужели такая новость может обрушить акции компании? Как-то в это слабо верится. Ну, шорт-терм, конечно, это может повлиять на акцию, это мы видим. Но если смотреть лонг-терм, Apple – это уже не только продажи айфонов и лэптопов. Это большая доля сервиса, который имеет net profit margin более 40%. И темпы роста более 40%. Это невероятно прибыльный бизнес, и он растет. И вот эта экосистема Apple растет. Поэтому даже если мы увидим вот какие-то отдельные элементы, связанные с локдауном в Китае, и будет там приостановлено что-то, лонг-терм – это никаким образом не повлияет на прибыль. И справедливые оценки, конечно, сейчас Apple, наверное, там с price earnings у него порядка 20-22, но темпы роста, если будут сохраняться 20%, они будут продолжать эти темпы роста. Это форвардный EPS, я думаю, они должны будут оцениваться с учетом премии к рынку порядка 26-28. И капитализация, конечно, должна быть выше 2 триллионов. При том, что net profit 94 миллиарда в год – это очень высокие показатели. Это очень немыслимо. Может быть, Сауди Арамко в один из лет, но может быть, он, кстати, в 22-м году сейчас у нефтяных бумаг прибыли растут, и мы это видим. Меня удивило вот что. Сейчас по капитализации, помните, ExxonMobil в свое время, вот не так давно, пару лет назад, исключили из индекса Dow Jones. Сейчас пора возвращать. Возможно, он уже по капитализации обогнал Джей Пи Морган. Я уже не говорю, там, где Netflix, Chevron, все исторические хаи перебил. Ну, там, в Европе там свои истории, в России свои истории, но в Штатах, на удивление, все идет просто очень сильно. И этому есть объяснение. Объяснение, они, в общем-то, на виду. Почему? Потому что есть спрос, но нету предложений. И предложения невозможно создать быстро. Просто нереально, там, в силу разных причин, но просто в силу фундаментальных причин, ну, невозможно. И вот долго ли еще продлиться ралли в нефтяных бумагах? Потому что, если смотреть на все секторы, сейчас, ну, львиная доля, там, по любые классификации посмотреть, все-таки это нефтегаз. И прибыли гигантские. Это подчеркивает то, что от прибыльности компаний зависит и капитализация, и динамика акций. Мы это видим вот именно сейчас. Насколько длительна эта ситуация, на ваш взгляд? Стоит ли играть в нее? Я думаю, что весь 2022, более вероятно, и 2023 год. Я думаю, что все будет зависеть от того, что будет с состоянием экономики. 2023 год. Многие говорят про рецессию. Я не думаю, что есть достаточные данные для того, чтобы это так уверенно прогнозировать. Да, риски есть. И экономика как раз находится в том состоянии, когда есть дефицит энергоресурсов и большой потенциал для того, чтобы экономику сейчас как раз, что делает Федрезерв, он ее пытается немного остудить, потому что она слишком сильно растет. 7% было в четвертом квартале 2021 года, минус 1,4% в этом квартале, в первом квартале. И проблема сейчас такая, что Фед как раз и хочет не допустить этого перегрева. И вот такие циклические сектора или индустрии, как энерджи, то они, конечно, будут бенефициарами. Я думаю, что 2022 год это будет, ну как минимум, это будет польза для энерджи. Вячеслав, спасибо вам огромное. А Александру, мой привет наилучшее пожелание Александру Герчику. А с нами был Вячеслав Голик. Мы говорили о событиях на рынке и обсуждали разные инвестидеи. На самом деле в акциях идеи остаются, но акции в данный момент вещь более опасная, чем инвестирование через инвестиционные фонды. Фонды есть тоже разные, так же как разные акции. Как инвестировать в фонды? Что сейчас происходит на этом рынке? Потому что он тоже неравномерно развивается. Об этом мы поговорим с человеком, который в России лучше всего. Это знает Владимир Криндель с нами на прямой связи. Владимир, приветствую. Приветствую. Владимир, чем отличаются тактики, стратегии инвестирования в акции и в биржевые фонды. У инвестора на самом деле считается, что биржевой фонд, несмотря на то, что он может быть как акция и во многом акцию похож, но стратегии и тактики могут быть, даже сама философия, она может быть совсем иной. Да, действительно, философия инвестирования в отдельные акции была только что продемонстрирована в разговоре. Нужно глубоко понимать, что именно ты покупаешь, какие именно бумаги, читать отчеты и так далее. Использование ETF, будь то секторальный ETF или ETF на широкий, скажем, индекс, может быть достаточно пассивным. То есть можно, не сильно погружаясь в нюансы отдельной компании, занять позицию, выбрать тот или иной сектор, либо страну, либо вообще инвестировать сразу во все акции мира целиком, крупнейшие, разумеется. Поэтому для частного инвестора главное отличие – это выбор между пассивными или активными инвестициями. Фонды – это более пассивное инвестирование, выбор отдельных акций – более активное инвестирование. Это главное отличие для розничного инвестора. Разумеется, для институциональных инвесторов, таких как фонды, использование фондов дает такие возможности, как быстрое превращение денежного потока в акции, вместо того, чтобы выбирать отдельные акции, использование их при ротации менеджеров и так далее. Именно поэтому, например, в Европе 90% рынка ETF – это именно профессиональные инвесторы, это страховые компании, пенсионные фонды и так далее. Да, мы знаем, что этот рынок гигантский, он вырос, и даже если посмотреть по номенклатуре, по числу эмитентов, то он сравним с числом эмитентов акций. На Нью-Йоркской фондовой бирже, я не знаю точными цифрами, последнее я не проверял статистику, но были моменты, когда ETF было эмитировано больше, чем акции. Наверное, сейчас их больше. Есть самые разные истории с ETF. Если говорить о долгосрочных ETF, есть прекрасные. Ну, кому какие больше нравятся, я считаю, что чем дешевле и больше он, чем ликвиднее, тем он, наверное, лучше для пассивного инвестирования. Но есть и активные истории, которые можно отыгрывать более активным инвесторам. Как вы к этому относитесь? Мы с вами обсуждали некоторые инверсные ETF. На самом деле, вот сегодня, например, новости по Федрезерву, поставки, можно отыгрывать через инверсный ETF TBT или через какой-то другой, там шортить американские облигации через ETF очень удобно. Либо, наоборот, их покупать, можно с плечом покупать. Вот инверсный ETF, очень многие сейчас рынок шортят. И шортят, наверное, справедливо есть. И это, конечно, рискованная стратегия. Насколько здесь, какие риски и какие здесь плюсы есть? Да, главные риски, начнем с них, в том, что инверсный ETF, как правило, это инверсный, дает инверсную обратную доходность за один день. Соответственно, если вы их держите далее, чем один день, вы можете существенно отклониться от динамики рынка. Даже если вы представляете себе, что вы будете держать год, а рынок, например, упадет, и вы на этом заработаете, так может оказаться, что из-за высокой волатильности результат будет существенно отличаться от ожидаемого. Поэтому важно помнить при использовании этих фондов, что это обратная динамика, но только на один день после этого происходит ребаланс. Если обращаться к плюсам, то плюсы следующие. Это удобнее, чем дополнительно использовать инфраструктуру брокера для получения плеча, для получения возможности шортить, получения обратной позиции. Тем не менее, профессиональные инвесторы, как правило, используют именно этот вариант, именно работу с шортом, с плечом, полученным от брокера. Розничные инвесторы, разумеется, им удобнее уже упакованная стратегия, например, в виде инверсного ETF. Отдельные отраслевые ETF, давайте поговорим о самой горячей теме, потому что высокотехнологичная история сейчас как-то не в части, но сейчас все вспомнили вдруг про сельское хозяйство. Джим Роджерс говорил об этом очень-очень давно, свои фонды он сделал, может быть, они не самые популярные, но в 2007 году, а сейчас еще не вернулись к тем уровням даже, хотя очень сильно выросли. Но сейчас очень много. BlackRock недавно запустил сельхоз ETF. Вообще, стоит ли в эти вещи сейчас играть инвестору? Ну, во-первых, нужно всегда очень осторожно подходить к выбору такого рода фондов, потому что есть сельскохозяйственные ETF, которые, скажем, назовем их традиционными, те, которые инвестируют в акции сельхозпроизводителей. Это одна возможность для инвестирования, и, разумеется, это не совсем вложение в те самые commodities, которые так бурно растут, это вложение в акции тех, кто их производит. Если же мы вкладываемся в ETF или ETN на непосредственно commodities, мы вкладываемся в достаточно широкий портфель фьючерсов. И здесь возникает проблема с контанго и разные фонды. То же самое, когда шартишь, например, облигации, там тоже свопы вкладываешься. Это нужно понимать, а если ты не понимаешь, лучше не лезть туда. Спасибо огромное, Владимир. Мы беседовали о другом аспекте фондового рынка, о рынке биржевых фондов, с человеком, который в этом разбирается, пожалуй, лучше всех у нас в России. Это Владимир Криндель. Всего доброго. До свидания. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин